Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елены Косолапова. В этом выпуске поговорим о визите президента Казахстана в Азербайджан и Азербайджана в казахстанском экономическом сотрудничестве. В гостях у нас в студии сегодня Эмин Мамедзаде, ведущий научный сотрудник Института экономики при Министерстве науки и образования Азербайджана. А по видеосвязи к нам присоединяется Ерлан Саиров, депутат парламента Казахстана. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Добрый день! Господин Саиров, я хочу сначала начать с вас, так как вы к нам присоединились ненадолго. Итак, сегодня в Баку с государственным визитом находится Касым Жумар Тукаев, президент Казахстана. Уже состоялась и встреча двусторонняя, и заседание Казахстанско-Азербайджанского делового совета. Вообще отношения, конечно, между нашими двумя странами всегда были дружескими. Но в последние годы особенно возрос интерес к этому сотрудничеству. Участились визиты, причем на всех уровнях. Вот если взять хотя бы президентский уровень, начать с него, то за год президента наших стран встречаются несколько раз. Ну, допустим, в конце ноября прошлого года уже Касым Жумар Тукаев был у нас в Баку на саммите СПЕКа. Прошло всего три месяца, и вот государственный визит, вновь ваш президент у нас. Как вы считаете, о чем свидетельствует такая высокая частота визитов на таком высоком уровне? Ну, во-первых, мы проживаем в очень напряженные турбулентные времена. И в такие времена необходимо находить свои исторические корни и искать такой вот поддержку у трудно-утружеских стран. Азербайджан для Казахстана является стратегическим партнером. В то же время мы родственные страны. За последние буквально 2-3 года идет интенсивная работа по сближению в сфере экономики, в гуманитарной сфере. Казахстан и Азербайджан сотрудничают как на линии турбских государств, так и взаимоотношения между странами растет в геометрической прогрессии. Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном на сегодняшний день достиг уже полмиллиарда долларов. Казахстан и Азербайджан на сегодняшний день сотрудничают в сфере железных дорог, в сфере контейнерных перевозок. И самое главное, сейчас через Азербайджан интенсивно транспортируется казахстанская нефть и другие стратегические ресурсы. В то же время Казахстан активно работает в инфраструктурных проектах Азербайджана. Казахстанские компании участвуют в восстановлении Карабаха, который вернулся в лоно нашего дружественного азербайджанского государства. То есть мы можем говорить о том, что две страны в новый век находят новый потенциал для совместного развития в 21 веке. Поэтому визит президента Казахстана в Азербайджан в законном мире. Дальнейшие, мы думаем, что президенты двух стран будут обсуждать дальнейшие пути и социально-экономического совместного развития. Потенциал совместного развития очень большой. Если Азербайджан на сегодняшний день является железнодорожным транспортным хабом, Азербайджан сегодня очень активно использует свое географическое положение. Казахстан может предложить свои технологии в сфере цифровых технологий. В Казахстане развита промышленность, цветная и черная металлургия. Поэтому очень много такого пространства для создания совместных кооперационных проектов в сфере промышленности, в сфере транспорта, в сфере узкотки и так далее. Поэтому, мне кажется, главам двух государств есть что обсуждать и какие-то новые проекты, для того, чтобы это было выгодно как Казахстану, так и Азербайджану. Господин Саеров, вы упомянули восстановление освобожденных территорий Азербайджана. Действительно, очень актуальный, наверное, самый актуальный на сегодняшний день для нас вопрос. Казахстан уже нам помогает в этом вопросе. Допустим, был построен Центр детского творчества имени Курмангазы Физули. За счет средств бюджета Казахстана. Как вы считаете, относительно участия частного бизнеса, по каким направлениям здесь мы могли бы привлекать казахстанских инвесторов, и какие направления казахские инвесторы могут найти для себя интересным в этом регионе? Вы знаете, вообще казахстанский бизнес, он в Азербайджане участвует. В сфере коммуникации, в сфере железных дорог. Но мне кажется, на сегодняшний день наш казахстанский капитал мог бы поучаствовать в восстановлении инфраструктуры Карабаха. В то же время в Казахстане разбита цветная, черная металлургия. Можно было бы подумать о кооперации по переходу на пятый, шестой промышленный передел. Мы знаем, что в Азербайджане очень развитая газовая и нефтяная промышленность казахстанские компании могли бы участвовать и в этих проектах. На сегодняшний день очень важно создать такой транспортный коридор через Азербайджан в Европу. Это будет взаимовыгодно, так как в связи с турбулентными временами необходимы новые альтернативные маршруты. Там в Петровске не только нефти, но и в сфере контейнерных перевозок, в сфере воздушного транспорта. Поэтому поле для совместного развития очень большое. Я думаю, что главы государств, также члены делегации будут обсуждать все эти вопросы. Господин Саеров, еще один вопрос к вам будет. Вы уже говорили по поводу растущего товарооборота. Действительно, с 2020 года он вырос в 5 раз. С 109 миллионов долларов, более чем полумиллиарда долларов. Как вы считаете, за счет чего стал возможен такой существенный рост? И видите ли вы возможности для дальнейшего роста? Вообще, что нужно сделать, чтобы такой интенсивный рост продолжался? Я думаю, что товарооборот должен расти. Для этого нужно создать какие-то проекты в сфере промышленной кооперации, чтобы казахстанские товары и услуги были доступны в Азербайджан. И точно так же, что азербайджанские товары и услуги были доступны для Казахстана. В Казахстане проживает очень солидная азербайджанская диаспора. Они в основном заняты в сфере услуг. В то же время азербайджанская диаспора в Казахстане занимает очень битные общественно-политические положения. Некоторые представители являются членами парламента и так далее. Поэтому, мне кажется, сейчас нужно использовать и такой вот новый подход, как народная дипломатия. То есть нужно наращивать не только экономические, но и духовные связи. Нужно наращивать и культурные связи. Если вот между двумя братскими народами мы создадим такой вот постоянный поток каких-то культурных связей, конечно, будут расти и совместные какие-то проекты будут в сфере малого-среднего бизнеса, в сфере крупных промышленных предприятий. Поэтому нам надо просто идти. На сегодняшний день мы понимаем, что Азербайджан является стратегическим партнером в сфере транспорта. Но этого недостаточно. Мы должны взглянуть в сторону промышленности, в сторону сельского хозяйства. Ведь в Азербайджане очень развита глубокая переработка в сфере сельского хозяйства. И этот опыт, конечно, очень важен и для Казахстана. Поэтому, мне кажется, сфера инфраструктуры, сфера транспорта, сфера глубокой переработки нефти, то есть пространства достаточно для того, чтобы нарастить товарооборот до миллиарда и более долларов США. Большое спасибо, господин Саиров. Я знаю, вы ненадолго к нам подключились. Поэтому будем уже продолжать с вами. Огромное спасибо. Господин Мамедзаде, мы видим, что действительно отношения между Азербайджаном и Казахстаном выходят на новый уровень. Недавно был совсем создан Высший межгосударственный совет Азербайджана и Казахстана. И вот сегодня в Баку как раз состоялось первое его заседание с участием президентов. Как вы считаете, в создании вот этой новой структуры, как повлияет на развитие сотрудничества, в частности экономического сотрудничества? Да, бесспорно, участие глав государств в данном саммите однозначно будет способствовать расширению взаимных экономических отношений и укрепить интеграцию наших государств, при том как в двусторонном аспекте, так и в международных структурах. Вы знаете, что Азербайджан и Казахстан совместно участвуют в ряде международных организаций. Это и ООН, и ОБСЕ, и организация Туркских государств, и ряд других, в которых налажено тесное взаимодействие. Существует ряд межпарламентских комиссий, которые связывают тесными узами Азербайджан и Казахстан. И, естественно, такого рода встречи, которые будут проводиться на уровне лидеров государств, будут способствовать дополнительному толчку, импульсу в развитии наших экономических отношений. Да и не только, я думаю, это будет способствовать расширению тесных политических связей между нашими государствами и придаст определенный импульс в развитии наших межгосударственных отношений. Ну, вот одно из таких очень перспективных направлений, которые очень быстро развиваются в направлении, это, конечно, транспорт в развитии среднего коридора. Он существует давно, но последние несколько лет особенно возрос интерес к этому проекту. Какие возможности для сотрудничества вы видите по этому направлению? Срединный коридор в настоящее время является одной из важнейших веток по транспортировке продуктов и товаров из Дальнего Востока, конкретно из Китайской Народной Республики на рынке Европы. Он приобрел свою актуальность, как мы знаем, последние два года, когда северный путь был перекрыт со стороны России по объективным обстоятельствам, стало невозможно проводить точно в срок все необходимые виды товаров и грузов. Поэтому возросла роль срединного коридора, в котором участвует как Азербайджан, так и Казахстан. Я думаю, что учитывая тот факт, что только за 2023 год товарооборот, точнее, извиняюсь, грузооборот между Казахстаном и Азербайджаном возрос на 65% и достиг уровня 4,5 миллионов тонн, если не ошибаюсь, то это говорит о том, что потенциал срединного коридора, который намечается реализовать во взаимодействии с Казахстаном и Азербайджаном, он будет иметь большие перспективы. Тем более, что в срединном коридоре будут участвовать и такие государства, регионы, как Грузия и Турция. Я думаю, что реализация данного транспортного коридора будет иметь большие перспективы. И те контакты, которые осуществляются между нашими государствами по этому поводу, они именно направлены на то, чтобы интенсифицировать реализацию данного проекта. Вы говорите по поводу транспортировки грузов из третьих стран, в частности Китая, в Европу. А если говорить о транспортировке непосредственно казахстанских грузов, потому что Казахстан, если говорить про нефть, это главный экспортный продукт Казахстана на сегодняшний день, до недавнего времени Казахстан очень сильно зависел от транспортировки этого продукта через территорию России. А когда начались санкции против России, это создало определенные сложности, и Казахстан, соответственно, стал искать какие-то альтернативные пути. И с прошлого года началась транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан, по сути, по этому же самому маршруту, средний коридор. Вот как вы считаете, как этот проект может помочь выводу именно казахстанских, но и шире центрально-азиатских грузов на мировые рынки? Да, конечно же, если говорить о непосредственно самом Казахстане, для него этот серединный коридор является бесспорно одним, я бы сказал, самым главным транспортным направлением, поскольку рынки Европы, на которые нацеливается Казахстан, достаточно емкие, и он может конкурировать и с рынками, как Центральной Азии, так и Китая. И более того, надо отметить, что в связи с тем, что северный путь, северный коридор, который проходил через Россию, он в настоящее время не функционирует для Казахстана, либо же функционирует в перебоме. Казахстан, как вы правильно отметили, перевел свои энергетические поставки в Европу через Азербайджан, и вот подтверждение ваших слов о том, что Казахстан заинтересован в реализации данного проекта, отмечу, что только за прошлый год по Баху Тибилиси Джейхан было перекачано уже полтора миллиона тонн казахской нефти. И эта тенденция идет по нарастающей. Кроме того, мы знаем, что у Казахстана есть достаточно большие залежи урана. Этими залежами интересуются и на европейском континенте, поскольку мы знаем, что там есть доктрина отказа от углеводородного сырья, переход на зеленую энергетику и так далее. В том числе и в некоторых крупных странах Европы подразумевают развитие атомной энергетики. Вот в этом контексте Казахстан также заинтересован, чтобы организовать стабильный коридор по поставкам урана для энергетической системы Европы. Кроме того, да, нужно отметить, что Казахстан будет участвовать и в поставке зеленой энергетики, по поводу которого в прошлом году, точнее в декабре 2022 года было подписано соглашение с Евросоюзом. Я думаю, что Казахстан, имея обширные, большие возможности, как в ветровой, так и в солнечной энергетике и в силу своей географии, я думаю, он может подключиться и к этому проекту, который, значит, был подписан между Азербайджаном и ЕС. Так что, я думаю, серединный коридор сулит большие, так скажем, как доходы, так и преференции для Казахстана, для того, чтобы в будущем укрепить устойчивость своего экономического развития. Я думаю, вот в этом плане Казахстан, конечно, заинтересован. Тем более, по поводу зеленой энергетики, Казахстан, как и Азербайджан, тоже уделяют огромное внимание развитию зеленой энергетики. Можно хотя бы вспомнить международную выставку Экспо, которая в Астане была несколько лет назад. Там именно зеленая энергетика была основной темой этой выставки. Еще одно направление сотрудничества – телекоммуникации. И я думаю, здесь важно описать, какой сейчас контекст. То, что несколько дней назад в Красном море были перерезаны телекоммуникационные кабели. А это кабели, которые соединяют Европу с Азией, Европу с Африкой. То есть, очень важные проекты. В этом контексте, как вы считаете, может ли получить дополнительный толчок проект по строительству кабеля по дну Каспийского моря? Мы с Казахстаном этот вопрос уже обсуждали неоднократно. Да, вы правы. Этот вопрос обсуждался по поводу оптиковолоконного кабеля, который будет проводить непосредственно интернет-связь с Центральной Азией из Европы. Конечно же, я думаю, это будет иметь на фоне событий, которые разворачиваются на Ближнем Востоке, актуальность данного маршрута, составной частью электронного шелкового пути, я бы сказал. Бесспорно, Казахстан будет участвовать в этом. И даже я отмечу, что инвестиционный фонд, Азербайджано-Казахстанский инвестиционный фонд, также будет подключен к реализации данного проекта. Я думаю, что бесспорно, в информационно-коммуникационных технологиях у Казахстана, конечно же, богатый опыт, бесспорно, он является соседом такого ИКТ-гиганта, как Китайская Народная Республика. Тот опыт, который был приобретен Казахстаном за последние десятилетия в этой сфере, бесспорно, он поможет реализовать те проекты, которые связаны с реализацией оптиковолоконного канала в Европе. И я думаю, что актуальность данного проекта также является в настоящее время на повестке дня. И Казахстан поддержит это, я думаю. Да, но вот эти все проекты, это, конечно, такие крупные проекты государственного уровня, даже, я бы сказала, межгосударственного, средний коридор, транспортировка казахстанской нефти, кабель телекоммуникационный. А если говорить про частный бизнес, как вы считаете, по каким направлениям сотрудничества частный бизнес может быть наиболее заинтересован в развитии связей? Я отмечу, что Азербайджан со времени приобретения независимости имеет достаточно широкую повестку дня по взаимному экономическому сотрудничеству, в том числе по созданию совместных предприятий. А также совместных вложений, совместных инвестиций. Вот я могу отметить как минимум три крупных предприятия, которые Азербайджан создал вместе с Казахстаном. В 2007 году был создан бакинский зерновой терминал, посредством которого казахстанское зерно дальше экспортировалось через территорию Азербайджана транзитом, но предварительно, конечно, проходя логистическую обработку, переводилось на внешние рынки в Европу и Ближнего Востока. Кроме того, Казахстан в 2019 году, буквально недавно, можно сказать, он инвестировал, точнее не инвестировал, а совместно с Азербайджаном ввел в оборот плавучую установку САТИ, которая сейчас работает на Каспийском море в зоне наших нефтяных месторождений. Также создана с Казахстаном в сфере сельского хозяйства крупные совместные предприятия, плодо-овощная база, в ней продукция сельского хозяйства, как Азербайджана, так и Казахстана, складируется в специальных холодильниках и обрабатывается для дальнейшего отпуска на экспорт. Кроме того, отмечу одну цифру. По данным статистики, совместных предприятий в Казахстане с Азербайджаном насчитывается около 500 предприятий. В Азербайджане эта цифра немного поменьше, примерно около 150 предприятий. Также инвестиции Казахстана в Азербайджан составляют примерно 114 миллионов долларов, а инвестиции Азербайджана в Казахстан составляют порядка 215 миллионов долларов. То есть здесь положительное сальдо на стороне Азербайджана. Приводя эти цифры, я хотел отметить, что экономические взаимоотношения между Азербайджаном и Казахстаном, они в принципе никогда не были в статике, динамично развивались. Просто нужно отметить, что начиная с прошлого года, вот после участия нашего лидера на саммите СПЭКа, эта встреча кардинальным образом дала импульс для развития наших взаимных экономических и политических отношений и способствовала тому, чтобы Казахстан более активно, как в экономическом плане, так и в политическом плане, участвовал в интеграции с Азербайджаном, как на двусторонней основе, так и в рамках организации тюркских государств. Кстати, вот по поводу организации тюркских государств. Сейчас авторитет, роль этой организации возрастает с каждым годом. Как вы видите дальнейшее сотрудничество именно вот в таком формате, не двустороннее сотрудничество, а именно организация тюркских государств и все государства, которые в нее входят? Я думаю, что интеграция в рамках организации тюркских государств, она будет продолжаться, поскольку нужно отметить, что да, конечно же, двусторонние отношения с государствами, входящими в организацию тюркских государств, которые некоторые являются полноправным членом, некоторые являются в статусе наблюдателя. Со всеми с ними у Азербайджана есть хорошие дружественные отношения, практически со всеми. Но есть определенные преимущества, которые будет давать именно сближение государств в форме какой-то отдельно взятой организации. Я думаю, что это может проявить себя в принятии определенных таможенных законов, которые будут способствовать более тесной экономической торговле между странами. Возможно, это будут какие-то новые инвестиционные программы, реализация каких-то новых инфраструктурных проектов. Кстати, я хотел бы отметить, что реализация в будущем, я надеюсь, что это не за горами, открытие Зангизурского транспортного коридора, также будет способствовать укреплению взаимосвязи между странами организации тюркских стран. И поэтому я считаю, что все страны, в том числе и Азербайджан, они в принципе все заинтересованы в расширении связи в рамках этой организации. Это отвечает, на мой взгляд, нашим национальным интересам и представляет определенную, так сказать, в перспективе выгодную позицию для того, чтобы укрепить нашу экономическую ситуацию как в самом Азербайджане, так и во всех странах, в которые будет входить этот союз. То есть это будет взаимовыгодный экономический союз. Я думаю, что перспектива очень хорошая. Ну и под конец передачи я хотела бы вновь вернуться к визиту президента Тукаева в Азербайджан. Это государственный визит, то есть самый высший уровень визита. На ваш взгляд, каковы будут итоги этого визита? Какие у вас ожидания по итогам этого визита? Я думаю, что по итогам этого визита, очевидно, будут подписаны какие-то межгосударственные соглашения. В принципе, их около 134 уже подписаны с периода установления дипломатических отношений в 1992 году. Мне кажется, те соглашения, которые будут подписаны, они будут касаться наших экономических отношений, в том числе в энергетическом секторе. Очевидно, будут касаться реализации транспортно-логистических схем, которые наверняка обсуждались в наших межправительственных рабочих группах, связанных как раз и со срединным коридором. Возможно, какие-то культурные мероприятия будут совместно проводиться, потому что между Азербайджаном и Казахстаном существуют не только экономические интересы, которые объединяют нашу страну, но и глубокие исторические и культурные связи. Это наверняка тоже будет учитано в тех соглашениях и документах, которые будут подписаны между нашими государствами. И в целом, я думаю, что визит уважаемого господина Касамжемарта Такаева будет именно способствовать тому, что сближение наших народов и государств будет идти по нарастающей тенденции. А если говорить про сотрудничество на Каспии, потому что Каспий нас объединяет и разъединяет одновременно, это наша общая забота, наша общая ответственность, наш общий ресурс. Каким вы видите сотрудничество именно в рамках сотрудничества по Каспию? По Каспию, я как ранее отметил, возможно, сотрудничество в сфере по проведению именно оптимоволокового кабеля, зеленой энергетики, возможно, разделение каких-то, упорядочение, точнее, каких-то определенных квот подобычи природных ресурсов в Каспии, в том числе и рыбы, редких ценных пород рыб и так далее. Я думаю, что в принципе то, что связано с Каспийским бассейном между Азербайджаном и Казахстаном имеет многие направления для сотрудничества, в том числе это может быть и развитие туризма между Казахстаном и Азербайджаном, в том числе посредством реализации паромной связи и ее расширения между Баку и Актал. Кроме того, мы знаем, что в Азербайджане тоже строится международный порт в Валятии. И я думаю, что сотрудничество по грузоперевозкам, по особым, значит, льготным тарифам, возможно, также будет рассмотрено и на встрече наших уважаемых лидеров. И я думаю, что в конечном итоге сотрудничество в регионе Каспия между Казахстаном и Азербайджаном будет иметь очень широкий диапазон сотрудничества. И я на это смотрю с большим оптимизмом и считаю, что это имеет большую перспективу для своего развития. — И вот еще такой вопрос. Сейчас на фоне всех геополитических изменений во всем мире, разрывов связей традиционных, углубились интеграционные объединения региональные. То есть многие страны стремятся наиболее интенсивно развивать связи именно со своими соседями. Как вы видите это в нашем регионе, ну и в частности, насколько этот процесс перспективен в плане Азербайджан, Казахстан, ну и, возможно, какие-то соседние страны. Какие соседние страны? — Ну, конечно, Азербайджан строит дружественные отношения со всеми странами региона. И это не только, конечно, Казахстан. Я думаю, в первую очередь нужно говорить о расширении связей, в том числе с Российской Федерацией, и с Грузией, и с Турцией, и, возможно, с Ираном. То есть это все наши соседи, а из тех, которых я назвал, и двое из них, даже трое, а еще и Туркмения есть, они наши соседи по Каспийскому региону. И, конечно же, здесь, возможно, на платформе 3+,3, либо же какой-то новой политической платформе интеграция, региональная интеграция, экономическая, политическая, возможно, и военная, она может проводить со странами регионов. Потому что, как мы видим, из международной практики, современной международной практики, идеи глобализма уже терпят крах. И здесь только ленивые не критикуют глобализм. А региональные союзы, в том числе на африканском континенте, в латиноамериканском географической зоне, в Тихоокеанском регионе, они постепенно набирают обороты. То есть региональный аспект, значит, сближение государств нашего региона, конечно же, в форме какой-то платформы, новой платформы, новой организации, я думаю, имеет перспективы. Организация тюркских государств это одна из форм интеграции государств, находящихся в нашем регионе. Конечно же, это могут быть какие-то и другие структуры. Главное, чтобы все эти надгосударственные образования отвечали национальным интересам Азербайджана и способствовали ему экономическому процветанию и политической стабильности. А может ли эта интеграция способствует развитию высокотехнологичных производств на нашем пространстве, в этом регионе? Может ли это помочь? Конечно. Если вы имеете в виду страны региона, Кавказа и Каспийского бассейна, конечно, если мы посмотрим на технологии, которые есть в науке, в технике, в той же самой Турции, в России, в Казахстане, как я уже отмечал, в сфере ИКТ, конечно же, потенциал для сотрудничества большой. И для этого, возможно, и будут создаваться вот будущие, значит, союзы в форме организации, различных, возможно, каких-то ассоциаций государств. Названия можно давать разные, но целью будет именно экономическое, политическое и научно-техническое, в том числе, развитие государств, для того, чтобы в будущем страны региона были, так скажем, конкурентоспособны на международной арене, потому что вы понимаете, в эпоху развития искусственного интеллекта, развития 3D-технологий, развития нанотехнологий, если государства региона будут отставать в своем научно-техническом развитии, в том числе и в сфере ВПК, хочу это отдельно отметить. То страны, регионы в будущем могут столкнуться с определенными вызовами и угрозами, в том числе для своего национального суверенитета, и это уже нужно учитывать сегодня, и продвигать на повестке дня те самые интеграционные процессы, которые будут в коллективном образом способствовать безопасности и экономической устойчивости, политической устойчивости в данных государствах. Я думаю, что можно это делать с нашими, со всеми соседями, включая даже Армению, если она одумается и войдет, так скажем, конгломерат государств, которые в том числе на платформе 3 плюс 3 не раз предлагали ей подключиться, и откроет, так сказать, возможности для проведения в жизнь проекта Зангизурского коридора, то тогда, я думаю, что наш Кавказский регион, регион Каспийского бассейна, будет являться образцом стабильности на планете, и я думаю, здесь будут достигнуты не только научно-технические, но и социальные, военные, экономические и другие высокие результаты, которые будут примером как раз и для тех стран, которые считают, что кто-то должен работать и существовать под их диктовку. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Спасибо большое, господин Мамедзаде. К сожалению, эфирное время подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Эмин Мамедзаде, ведущий научный сотрудник Института экономики при Министерстве науки и образования Азербайджана, а по видеосвязи ранее к нам присоединился Ерлан Саиров, депутат парламента Казахстана. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о развитии экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин